На человека 140 тысяч. Но где у нас такие заработки? У нас самый потолок в Толгаре в данное время, чтобы найти работу еще надо. 40 тысяч. Это потолок. Все. Выше нету. И то не выплачивают. Задерживают. Пока верхи победно рапортуют об улучшении качества жизни казахстанцев, низы выживают как могут. Чтобы не быть голословным, достаточно выехать за пределы крупного города. Толгар. Небольшой городок в каких-то 25 километрах от Алматы. Разруха. Дома смотрят на улицу пустыми глазницами окон. В этом доме жизнь едва теплится, похоже, только благодаря опорному пункту полиции. Соседние здания имеют признаки жизни в виде печных труб, торчащих прямо из стен. Здесь нет отопления. И люди топят углем печки-буржуйки, чтобы банально не замерзнуть зимой. Горы мусора отравляют воздух зловонием. Через сотню метров цивилизация и вовсе заканчивается. Когда-то здесь был дачный поселок. Сейчас люди живут постоянно. Другого жилья у них просто нет. Запах поселки специфический. Постоянная проблема. Вот у нас здесь летом запах. Воняет. Вот дороги нет у нас. Мы здесь постоянно живем. Не смогут дышать летом. Детям тяжело здесь. В центре поселка находятся заводские отстойники. Они-то и распространяют запахи на всю округу. А также таят смертельную угрозу для детей. Тут абсолютно нечем дышать. Это все ничем не огорожено. Тут везде ходят дети. То есть любой ребенок может спокойно упасть в эту лужу. И она не одна. А там есть еще более глубокие вот эти вот ямы-отстойники. Маргарита Белобаба местный активист. Мать героини восьмерых детей, из которых шестеро несовершеннолетние. От государства имеет звание Алтын-Алка и пособие в 11 тысяч тенге. Около 60 долларов на ребенка в месяц. Чтобы прокормиться, берется за любую работу. В нормальном жилье государство ей отказывает. Мол, не на улице живете и ладно. В каких условиях растут дети, чиновников и вовсе не волнует. Вот у нас тут по стенам, значит, появляется плесень. Все это отваливается, все это сырость невозможная. То есть когда открываешь шкаф и берешь какую-то вещь, эта вещь, она полностью сырая на ощупь. То есть все приходится перестирывать, просушивать в сухую погоду, потому что в комнате, вот как в склепе, очень холодно, очень сыро. И протопить все это практически невозможно. В дачном поселке в летних домиках постоянно проживает около трех тысяч человек. Государство разрешило людям прописываться на дачах. Но на этом работа чиновников закончилась. Из всех благ цивилизации здесь только электричество, которое грозят со дня на день отключить. Сюда не ходит общественный транспорт, нет никакой инфраструктуры. До ближайшей школы 8 километров. Склоны берегов речки Толгарки превращены в свалку, потому что мусор отсюда тоже никто не вывозит. По рассказам жителей в теплую погоду, здесь стоит настоящий смрад, бегают полчища крыс. Места красивые, в пору туристов звать, а не свалку устраивать, говорят они. Сельчане просили местный Акимат построить хотя бы мостик через бурную речку. Самодельный постоянно смывается, чтобы отправлять детей в школу соседнего поселка. Но ВОЗ и ныне там. У меня вот трое детей, никак не можем пешком каждый раз в школу отвезти, привезти надо. Вот у нас вот такая проблема. Воды нету? Воды, вода замерзшая всегда. Зимой всегда замерзшая вода. Здесь на даче я проживаю 15 лет уже. У нас условий для жизни, для народа нету никаких, абсолютно. Дороги нету, школы нету, медпункта нету, аптеки нету. В общем, мы не относимся к никакому государству, висим в воздухе. Пока люди верят и апеллируют к чиновникам, чтобы те, наконец, обратили на них свои взоры и создали человеческие условия для жизни. Что будет, когда эта вера кончится, предположить несложно. Примеры Киргизии и Украины могут оказаться для ненужных никому людей очень заразительными.